обозначил определенные рамки в рамках которых мы сейчас находимся значит по битку за прошедшую неделю что у меня было в основном я торгую на эфире краткосрочно здесь немножко по сделочкам пробежимся значит какие у меня сделки были в моменте когда смена контр тренд был происходило по эфиру я здесь выходил и забрал кусочек значит по битку по битку значит я вот крайний импульс то есть все работа с тейками со стопами вот можно было и протянуть еще дополнительно объемчики взять контр тренд но в основном работаю по тренду так как у нас значит тренд нисходящий мы пришли сверху импульс сверху был значит да но никто не запрещает работать контр тренд но нужно понимать что мы можем гораздо глубже спуститься по тренду заработать гораздо больше чем работая контр контр тренд значит здесь в структуре накопления там были как и стопики так и короткие позиции ну тут небольшое количество сделок значит повторюсь кто не присутствовал на прошлом мероприятии на открытой встрече ну по квартально здесь и по битку информацию не давал квартальную информацию но хотелось бы обратить внимание на то что мы не закрепляемся выше квартала 1 4 квартала допустим если мы бы увидели когда импульс пошел вверх расчет вот этих диапазонов было от минимальной цены то есть мы здесь удержали и закрыли закрылись ниже месяц у нас закрылась не месяц а неделя закрылась ниже и здесь пошла структура накопления ну как бы продажи сама само собой в приоритете значит если мы выходим за эту структуру накопления сопротивление у нас выгодно продавать в район 17740 диапазон здесь баланс ноября вот ну так же можно построить зоны который у нас актуально сегодня на текущий день маржинальные требования сегодня поменялись также сопротивлением является баланс квартала 18700 вот все это можно отметить да хотел бы показать момент такой по истории да если линейный график включить вот эта структура то есть мы сейчас копим то есть импульсно мы пришли сверху да обратите хоть хотел обратить внимание как вообще это все происходит допустим просто мы пришли и вот у нас значит мы полтора месяца грубо говоря полтора месяца под откате находимся в структуре накопления если выше не дают говорит о том что подобная структура на графике вот смотрите у нас это в августе мы тоже импульсно пришли и можно сказать полтора месяца в структуре накопления были потом мы сделали минимум там до второе движение такое же импульс коррекция импульс значит с учетом того что мы торгуемся рядом с диапазоном квартала вот мы можем в первом квартале немножко выходить то есть эта граница будет актуальна до конца января 2023 года но на следующий квартал у нас будут свои границы балансы четверти и так далее будем смотреть как это все будет происходить но мы можем увидеть то же самое как на примере здесь да то есть мы можем пройти такое же движение вниз от коррекции и выходить за текущий квартал вниз то есть можем можем спуститься на 12500 на 13 примерно так вот это что касательно битка по эфиру а так еще контрольные зоны сейчас накину ближайшие что у нас сегодня были изменения сейчас на более младшем периоде все это посмотрим так сейчас я все зоны спрячу сюда мы удерживаем уровень нкз 1 2 1 2 1 2 у нас получается два дня закрылись мы ниже нет они два дня у по старой нкз короче мы закрывались так сейчас секунду один день так построение мы от какого делали так здесь у нас сейчас секундочку на шаги от какого пика 15 сейчас 18 18 посмотрим значит 1 2 да здесь мы закрепились и построение у нас от этого пика было в рамках нкз мы как бы границы у нас значит одна вторая то есть у нас одно закрепление здесь если по закрытия мы посмотрим у нас жесткое жесткое накопление получается мы граничим вот нам зажимают рамки там да в рамках которых держит диапазон накапливают позицию вот и американская сессия но это закрытие американской сессии то есть в этом накоплении мы гуляем да значит вверх граница у нас от текущего сейчас мы уже по новым должны перестроить небольшое там изменение было вот зона не очень сильно отличаются значит ближайшая контрольная зона у нас получится здесь вот ну и границей у нас является куда выше не пускают да выше этой зоны сейчас диапазон месяца отключу чтобы более наглядно было видно ребята подключая за всем привет можете задавать вопросы микрофончики все включил если что повторюсь но немножко повторюсь так как чтобы вы не пересматривали видео там да со старшего периода я начинал начинал со старшего периода анализ проводить значит на что я хотел обратить внимание что здесь мы удерживаем одну четвертую пока да так сейчас на более одна четвертая квартала вот у нас граница то есть мы не то есть вы был выход за четвертую да и загнали обратно в этот диапазон значит жесткое сопротивление здесь у нас есть вот в рамках четверти квартала вот эту структуру накопления я сравнил наглядно показал как оно у нас к примеру было с последним импульсом да на линейном графике так по дневному графику по дневному графику накопления да вот допустим у нас импульс импульс так накопление недельное недельное в рамках недели мы копим вот и хотел пример такой привести значит здесь у нас нет не полтора месяца полторы недели вот мы копили и сейчас копим полторы недели вот в данном примере вот такой момент мы пришли от верхней границы и вот мы ну это пунктирные линии там да до открытия до закрытия недели то есть мы полторы недели копили и потом мы вышли вниз то есть импульс коррекция импульс да а потом от этого движения сделали 50 процентов в коррекцию и опять начали копить так вот вот это накопление которое мы сейчас находимся с большей долей вероятности мы пойдем на обновление минимальной цены вот как раз можем сходить в район квартала даже возможно немножко можем выйти потому что импульс был сильный вот можем немножко обновить минимальную цену можем сходить в район там 13 500 можем выйти за пределы 14 500 то есть у нас и мы сейчас как бы в квартале в годовой свече находимся да вот мы тесты и делали но ниже не выходили на более теперь на текущий момент ближе так сказать матрешка наша самая маленькая в рамках структуры накопления на что обращать внимание то есть пока у нас зажали между такими зонами как 1 2 у нас реакция есть как вверх так и вниз вот в этой структуре накопления у нас копится объем я предполагаю что крупные игроки сейчас здесь накапливают шов они дают возможность кто работает контур тренд там до забирать какие-то покупки там да и стопы которые уходят там да то есть кто держит долго вон то есть за счет этих стопов средняя копится у крупного игрока средняя копится здесь вот и примеру я также стараюсь работать от шорта к примеру пока на эфире я это все еще покажу мы видим сейчас вот эти границы за рамкой которого мы пока не уходим с большей долей вероятностью что мы пойдем обновлять минимальную цену по индексу по индексу по и слп будем смотреть на то как себя ведет данные инструменты и уже от этого отталкиваться куда возможно будет ближайшее время идти пойдем до верхней границы контрольной зоны или не пойдем так коррекция у нас здесь идет от этой зоны значит у нас верхняя граница здесь находится на этом уровне 17 200 примерно на обновление максимума то есть здесь еще выгодно тоже рассмотреть выгодные продажи продажи выгодно рассмотреть кто-то может забирать контур тренд даже если здесь купил и мы сюда пошли у вас удалось контур тренд забрать с большей долей вероятности видите в рамках таких зажимает что больше на обновление прошлая сессия у нас закрывалась выше это у нас сейчас ниже то есть мы видим небольшую разницу отклонения дальше поехали значит этот шаблон я сохраню как это для битка следующий значит тоже посмотрим рядышком так я уровни себе подключаю так так а по золоту давайте может по золоту да разберем сразу так а потом вернемся так по золоту кто находится в продажах смотрите какой момент здесь была у нас максимальная . который мы прошли и закрепились надо я раньше времени начал как бы я не дожидаясь отката и то есть первая продажа мне было на пробой в зоне стопов на одну четвертую первая продажа была здесь первый выход нужно желательно всегда фиксировать всегда фиксировать на ближайшей зоне почему потому что импульсивный и у нас мы еще не видим подтверждение что цена закрылась что поменялся контртренд вот я производил фиксации первых позиций и с отката я опять набрал позицию но на закрытии сессии я сделал фиксацию треть объема две позиции оставил на удержание здесь я буду зажиматься пз делать зажимать замочек для чего это делаю баланс недели можно убрать потому что у нас уже неделя закрылась у нас поте и на что хотел обратить внимание но кто не присутствовал вчера на трансляции значит что мы здесь можем видеть глобально глобально здесь у нас находится четверть квартала четверть квартала построения от пика здесь у нас баланс месяца 50 процентов и здесь зона 1 4 нкз контрольная зона если включим линейный график здесь мы также видим ряд сопротивления уровень поддержки да получается от которых мы будем наблюдать реакцию то есть сюда сейчас кольнут и здесь могут набивать уровень по отношению к этому импульсу то есть если это движение не такая структура накопления тогда импульс истины да то у нас движение от этого импульса сейчас мы идем в накопление тогда и последующий импульс у нас идет в сторону диапазона квартала в сторону диапазона квартала мы если пойдем мы можем даже выйти до баланса до баланса до баланса года можем дойти доброго утра алексей здрасте значит от этого импульса значит если от текущих мы смеряем да то есть 50 процентов на диапазоне квартала и на так это у нас 50 это годовая свеча у нас получается да так сейчас секунду это у нас так а шаблон я сохраню сейчас так шаблон золота а ну да в принципе да это шаблон по золоту значит здесь у нас что если мы пойдем от нижней границы от баланса от квартала ну примерно вот так у нас и у нас хорошее импульсное движение рекомендую рассмотреть присмотреться да кто-то по консервативно можно через разворот через одну четвертую лимитки лимитки всегда это агрессивный способ как правило если вы знаете лимитками вы больше будете сливать чем зарабатывать да вот если неправильно и вставить вставить абы где кто тем более работает по мартину вот представьте вот здесь импульс и мы думаем что мы пойдем дальше вниз на диапазон квартала и работаем до вот этого хая пока цена допустим не развернется и допустим здесь мы стоп лосс ну фактически мы должны здесь стоп лосс ставить да а кто-то работает лимитками там да и абы где ставит не не на зонах еще по мартингейлу увеличивает объем но и здесь как бы может быть или здесь уже заканчиваться средства безоткатное движение поймали и один раз стоит поймать безоткатное движение можно попрощаться с депозитом это кто работает по мартингейлу то же самое вот этот участок нужно взять кто-то думал что это разворот там да и 50 процентов от этого движения и что мы пойдем на обновление максимума и начинали здесь набирать покупки покупки входа вот этого момента была точка по выходу усреднить можно было часть объема выйти ближайшие объемы сократить минус был бы по тем позициям если грамотно риск соблюдать что допустим мы возьмем там 0 0 5 процентов в этом диапазоне в этом диапазоне 0 5 можно было сократить и тем самым переносить если грамотно управлять можно было выйти с этой структурой а кто ждет среднюю цену там да а тем более цена дает среднюю цену по выходу к примеру вот была точка по выходу и по средней цене допустим можно было выйти жадность как что включается жадность человек видит из минуса появился плюс то зачем я буду закрывать все равно уже плюс мы пойдем и дальше пойдем на вот и я уже зарабатывать буду тут эти позиции уже себе план такой построил тут я эти позиции по без убытку закрою эти я тут оставлю на цена бах и он думает вот и начинает заново добавлять заново добавлять видит что мы выходим за полтора диапазона года думает а ну он как бы не знает вот это про эту зону да он не про эту зону не знает вот ну и думаю что ниже повалимся примерно вот или тут средств не хватило на на балансе или там допидывает вот такое то есть нужно вот ребята присутствует кто занимался вот магомед алексей занимается понимание приходит да когда мы смотрим со старшего периода разбираем технический анализ то есть мы не смотрим на фундаментальный чисто техник у вас вот за кто-то прошел кто проходит курс расскажите немножко про давай магомед если ты слушаешь расскажи немножко ты занимался один из первых потоков по моему в прошлом году могомеда нет ладно если будет потом алексей можешь двух словах рассказать вот про свечи старшего пока все интересно но ничего не понятно да нет немножко на рынок по-другому начал смотреть но сейчас мы начнем по сеткам по расчетам по рискам как это что ну из плохой ситуации которая была уже знаешь как выходить и как объем рассчитывать ладно хорошо будет магомед у него тоже спросим может быть он запись поставил ключи так ладно значит дальше по управлению капитала это отдельная тема сейчас чисто техника по по структуре где лучше накапливаться то есть и если это импульс сильный и если это не структура накопления то есть мы спускаться до нижней границы мы можем но сравнительно с вот этим здесь мы часто коррекцию делали здесь не видим глубоких коррекции маленькие накопления тогда возможно это импульс из истины в рамках этого импульса это значит где-то треть от движения и с учетом тех зон которые мы себе обозначили баланс неделя четверть квартала уровне много факторов говорит о том что мы можем ниже не продавить можем увидеть какой-то шпиль или в этой структуре накопление с поджатием да увидим вот такую структуру с поджатием фитили под откупанием фитилей может быть здесь ребята кто эксперт не проходил вот я там добавил у на старых потоках там была эта информация да со шпилями как откупать шпили есть индикатор который позволяет делать расчеты по шпилям не важно там месяц график месяца недели дневной и так далее то есть можно выгодно откупать шпили вот структуре накопления и на удержание от интро дэй в долгосрок вот такие моменты так вот когда мы видим вот эти шпили определили для себя границу по своим техникам есть возможность покупать с коротким стопом тогда вот и движение максимально забирать то есть у нас следующие следующая остановка реакция 1820 1840 диапазон и последующие у нас 1860 1890 но я округляю по границам вот такие моменты так далее следующий инструмент давайте перейдем тогда по эфиру я в самом конце расскажу на давайте назначить и слп 500 и подведение итогов что у нас получилось где мы по структуре и немножко повторим кто не присутствовал на прошлом открытие на прямой трансляции значит у нас мы находимся то есть мы протестировали во первых очень важный важный диапазон так очень важный диапазон мы протестировали это годовой годовой диапазон заходили реакция у нас от этого уровня мы видим на текущий квартал у нас границы квартала 4120 4200 примерно мы граничим граничим значит диапазон месяца он здесь на 4100 с копейками плюс 2 нкз построение было у нас от этой точки вот отката ниже 1 2 мы не закреплялись поэтому цели у нас пока такие на более младшем периоде переходим и будем смотреть так значит а нет смотрите момент какой вот здесь нужно нам перестроить зону закрытие было ниже да а нет вот закрытие было выше закрытие было выше 1 2 значит построение все верно значит сейчас у нас также удерживают в определенных рамках когда строим 1 4 1 2 ну и по закрытие мы также видим мы сейчас закрепились произошло закрытие выше 1 4 значит мы можем дойти до границы 1 2 значит биток у нас с эфиром могут также немножко подрасти в рамках вплоть до 1 нкз можем сходить ну нужно смотреть как себя будет будет ли удерживать в тех же рамках за 1 2 будут выпускать не будут будем уже ориентироваться вот пока ситуация такая если мы с этой структурой будем выходить вниз значит ближайшая остановка 3850 3850 соответственно биток эфир также пойдут к своим целям биток пойдет на одну нкз эфир пойдет на там зона тут у него ни одна полторы нижняя граница чуть ниже там на 2 то есть волатильность по эфиру у нас два раза полтора два раза больше чем по битку ближайшие цели так я обозначил сказалось 2 нкз у нас значит уровень нижней по нижней границе ориентируемся 4110 можно округлить вот такие цели если мы выходим за пределы и закрепление у нас за уровнем происходит 4015 дальше индекс доллара индекс доллара так давайте смотреть со старшего периода также повторюсь значит у нас мы наблюдаем импульсное движение у нас здесь во первых важное сопротивление ну важная поддержка была сопротивление баланс года диапазон квартала и мы наблюдали реакцию на реакцию уже пока пока зажимают определенные рамки выше не пускают вот такие коррекции у нас ожидаются максимальной коррекции ну мы можем развернуться глобально да но у нас ближайшее сопротивление это четверть квартала это 107.60 из этого накопления куда мы можем быть 107.60 глобально хорошая новость мы закрываемся выше 1.2 вот выше 1.2 мы закрылись это говорит о том что мы пойдем вот тут небольшое разногласие значит по slp 500 значит индекс закрылся выше то есть у нас закрытие было один раз ниже другой раз выше мы можем да вот в такую структуру закрытие у нас будет между зажмут между этими зонами вот у нас пока удерживали коррекционную модель от максимума ниже 1.2 мы не закрепились но произошло закрытие выше зоны 1.2 это хороший знак для того что биток эфир у нас пойдут вниз да индекс идет вверх крипта у нас идет вниз пока так это все ходит значит одна четвертая граница совпадает с контрольной зоны недельной контрольной зоны до нкз здесь выгодно что соответственно если эту зону мы будем удерживать да вот эта структура накопления в этой структуре мы можем копить пришли мы с этого импульса а вот и в будущем мы можем пойти на обновление минимальной цены вот такие моменты если это произойдет значит у нас биток эфир уйдут более глубокую коррекцию о которых я говорил ранее да такие моменты нужно учитывать и быть готовым к тому что цена может пойти выше на коррекцию но тренд нисходящий у нас пока не сменился вот кто знает может быть это минимальные цены в этом году но по структуре не очень красиво да не очень красиво здесь у нас получается если брать квартальные импульс коррекция из двух свечей но вторая свеча еще не закрылась третий квартал дольше был ну год про год что говорить год импульс не да ну вот и три месяца мы падали четыре месяца копили сейчас первый месяц который обновляет минимальную цену значит текущий месяц падает и последующий месяц первый месяц январь январь февраля мы тоже можем увидеть падение падение в рамках своей волатильности сейчас у нас формируется паранормальная свеча значит как бы мы можем увидеть вторую свечу импульсную добивающую до которая может сходить в район 13000 но об этом как бы я говорил что квартальная свеча у нас на 14 500 мы можем выйти даже в первом месяце втором вот на обновление минимальной цены так значит по индекс доллару понятно да момент такой выходим за рамки но максимум не обновили граница у нас остается то есть у нас раскачка может начаться такая закрываемся но не закрываемся ниже закрытие здесь было потом закрытие ниже ну по американским сессиям это выглядит таким образом вот так у нас сейчас на данный момент пока мы зажаты вот такие рамки идет накопление пока у нас накопление внутри диапазона за рамки которого не выпускают вот закрытие ниже у нас не происходит так цели обозначили да как бы ориентируемся это матрешечка самая такая для интродей матрешки побольше я рассказал принцип матрешки ребята знают матрешка в матрешке как это все формируется большая свеча поменьше 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 и где-то мы там торгуем которые на 5 минутки там маленькие матрешечки так далее значит следующий инструмент ну и заключительный это у нас эфир сейчас я здесь отключу значит проведение итогов и отключу график чтобы не смущало это все дело значит что у меня было там за эту неделю и сейчас немножко поговорим да значит за эту неделю что у меня было то есть у меня работа как делась так ведется от шартов значит по зонам проводились фиксации тогда в момент импульса разворота когда была одна вторая остатки закрывал значит переворот сразу покупки так на более младшем периоде будем более видно да значит выход за пределы ну и здесь мы можем видеть контртренд который подзабирал да и потом опять пошла структура накопления часто бывает что я объем беру прямо на самых шпильках от определенных диапазонов ну и соответственно здесь метод еще с лакирующими объемами вот ребята кто сетками занимался именно что касательно рынка спота не фьючерсы там да именно в эксперте да тот про эти техники знает я часто это упоминал так теперь по техническим моментом так это я все стираю так все это я стираю так 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 технически глобально это расчета не делал для этого инструмента но все же так 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 то так так сейчас посмотрим по анализу да я здесь эфир не добавлял у меня тут только биток по расчету стоит последний который я сделал вот ну ладно значит просто здесь глобально ну понятно что мы работаем от шорта давайте зоны обозначим сегодня поменялись так здесь посмотрю список инструментов контрольная зона есть значит здесь маржу я не менял сейчас поменяю кстати маржинальную зону биток я поменял по эфиру я не менял изменилась маржа значит у нас 17 415 отмечаю и на графике это будет уже у нас по-другому выглядит так построение давайте начнем с вот этого момента одна вторая закрепились здесь закрепились значит у нас построение идет от вот этого уровня по текущей маржи то есть вниз у нас зоны так выглядит у нас было ряд закрытий за зоной смотрите значит такая ситуация по линейному графику то есть мы видим закрепление мы три дня закрываемся под контрольной зоной три дня раз два и текущий день были коррекционные моменты на одну вторую сейчас по текущей мы построим обновленную свежую с минимальной ценой значит выше был выход но закрепления не было пока не закрепляемся если вдруг и выйдем значит здесь у меня выход ближайших объемов и потом идет заново набор позиций на продаже границы обозначим эти зоны актуальны на текущий день и нижние тоже лимитные заявки значит у меня здесь будут посмотрим вот лимитные заявки у меня здесь уровень безубытка ближайших объемов за зоной 1 2 и заново набор позиций от НКЗ на одной НКЗ набор позиций на другой и получается на последний стоп лосс у меня на этом уровне для всей сетки сетка составит если вот это объем по безубытку выйдет с небольшим плюсом 0.5 процента примерно до 0.5 процента 0.3 0.5 не особо не выдаюсь в подробность при наборе то есть часть объема у меня остается в любом случае да часть объема сократилась и заново идет набор сетки если будет выход немножко за НКЗ и идем вниз самый как бы интересный объем то есть с этой точки я перенес как бы сюда и там больше объема у меня получится вниз пойдем и структура распределения то есть нижнюю границу я здесь заявочки поставлю если у нас структура будет в этих пределах продолжится у нас накопление значит здесь я перенесу объемы на выход часть объема вот в этой структуре пока вижу мы вот сюда идем поэтому здесь лимитки на выход у меня здесь стоят вот такие моменты все зоны актуальны вот и по текущему дню как бы все пока так значит по границам да немножко рассказал и от текущего пика вниз так сейчас выключу так значит от текущего пика вот то есть пока мы в рамках одной второй зажаты перезажаты но пока мы не видим закрепление выше зоны все попытки про торговки там да от этих зон пока мы можем расторговывать ну по структуре по структуре даже если брать ну здесь моделька такая вот допустим здесь ошибку есть вот это вот поджатие да мы можем выйти сюда если у нас поджатие было к примеру вот такое без вот этого имбульса да вот но это по технике по свечам там да смотри и минимальная цена у нас получается здесь ниже вот этого уровня большой долей вероятности на обновление пока мы можем пока мы не находимся шпиля у нас нету здесь мы можем выйти за зону и сходить сюда в зоне нкз но это по технике но больше ориентир нужно смотреть но на выходных у нас мы не видим как закрывается то есть индекс slp 500 и индекс долларом не торгуются там да мы не видим как себя рынок поведет в понедельник то есть ориентируемся уже на сам биток на сам эфир посмотрим манипуляции какие проходят по рынку но ориентир по зонам как бы должны не так ребят на этом все сейчас у меня будет ряд занятий со всеми прощаюсь кто-то будет смотреть записи у кого есть желание позаниматься на следующей неделе у меня будет два места буду планировать у кого будет желание можете писать личку на занятия полтора часа в день отдельный потом подключаю в класс курс базовый данный момент там 7 человек и там идет сопровождение после того как вы прошли занятия у вас еще будет сопровождение из присутствующих тут только в основном все ученики так на этом все всем успехов всем удачи хороших украинцев